Со 2 по 12 июня 2024 года на базе высшего военного общекомандного училища в городе Новосибирск прошли межведомственные учебно-практические курсы «Бастион» для журналистов. В этом году на учебу прибыли работники федеральных и региональных СМИ из 20 субъектов нашей страны. Ребята из Москвы, Перми, Челябинска, Екатеринбурга, Новосибирска, Ханты-Мансийска, Крыма, Тувы, Бурятии и других регионов в течение 10 дней постигали для себя науку, как работать журналисту в критических условиях. Обучение бесплатное осуществляется при поддержке Союза журналистов Москвы. Занятия проводятся в полевых условиях на специализированном полигоне с моделированием реальных кризисных ситуаций, с применением боевой техники. Перед слушателями курсов выступили специалисты ФСБ, МВД, Министерства обороны, Национального антитеррористического комитета, Росгвардии, МЧС, Министерство иностранных дел и военные медики. Мастер-классы провели известные военные корреспонденты, которые каждый день, рискуя жизнью, ведут свою информационную войну. Специальный корреспондент ВГТРК Александр Катсюба работает в зоне специальной военной операции практически с первых дней. За это время не раз побывал в зоне боевых действий. Удалось ему встретиться и с солдатами из Бурятии. Очень важный элемент на войне, взаимодействия ребят, которые выполняют боевые задачи. В том числе, точнее, они общались на родном языке. Язык, который непонятен, ну, понятен только носителям этого языка. Преимущество в чем заключалось? Когда украинские неонацисты, естественно, все там слушают переговоры, рации и так далее, пытаются понять, что говорят между собой штурмовики на своем родном языке, это невозможно. Переводчиков с вашего бурятского как бы нет, поэтому за счет этого парни шли только вперед, 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 вперед. В условиях проведения специальной военной операции говорить о важности и необходимости таких курсов можно и нужно. Сегодня известия о ранениях и гибели работников СМИ при исполнении профессиональных обязанностей звучат все чаще и чаще и вызывают серьезную озабоченность и тревогу во всем журналистском сообществе нашей страны. Также мы часто стали слышать и о том, как нарушаются права военкоров на линии боевого соприкосновения. Сегодня уже практически не встретить журналистов с опознавательными знаками, так как враг намеренно уничтожает сотрудников СМИ, чтобы скрыть свои преступления на Украине. Данные курсы позволяют подготовить и вооружить журналистов знаниями и навыками, которые помогут им сохранить жизнь и здоровье, а также адекватно действовать в экстремальных и особых ситуациях. Мы надеемся, что курсы будут продолжаться. Почему? Потому что, во-первых, мы все переживаем очень тяжелый период в стране. Продолжается СВО. И журналисты, военные корреспонденты будут востребованы. И они должны научиться сберечь себя в этой обстановке и не мешать другим выполнять свои обязанности военным. Но помимо СВО у нас в этом году был очень тяжелый год. У нас было много наводнений, у нас идут пожары. Поэтому это все входит тоже в разряд экстремальных ситуаций, в которых тоже журналисты должны найти свое место. Курсы «Бастион» — это не только подготовка военкоров, но и работа журналистов при проведении антитеррористических и других специальных операций. Также в ходе обучения журналисты изучают манеру работы при массовых беспорядках и стихийных бедствиях. О том, что было на курсах, поделился журналист из города Пермь Сергей Емельянов. Курсы «Бастион» мне понравился. Очень познавательно. Много нового. Работали с военными. Хорошо преподавали практическую медицину. Реальные знания от специалистов, которые прошли СВО. Познакомились со специалистами в сфере журналистики из 23 регионов. Но за 10 дней получили тот опыт, который невозможно было получить ни в интернете, ни каким-то иным способом. Очень было клево. Курсы «Бастион» — это крепкая семья журналистов. Это братство и школа, которую может пройти не каждый человек. Сегодня, когда во время специальной военной операции идет открытая охота на работников СМИ, ответ на главный вопрос, должен ли брать оружие в руки журналист или нет, можно найти, пройдя данные курсы. Мы же успешно завершили программу и снова возвращаемся к любимой работе, которая как никогда необходима и приобрела новый смысл. Виталий Роднаев, Батар Ломбаев, Бурят ТВ.